Это действительно апокалиптическая фаза, и многие назовут её концом всего, завершением игры. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. И хотя фондовые рынки всемирно падают, не нужно забывать, что в начале прошлого месяца они находились на исторических пиках. 16-процентное падение, а также некоторые фундаментальные данные намекают нам на то, что такое экономическое расширение и взрывной рост готовы к завершению. В этом видео я хочу рассказать вам о таких двух важных индикаторах, как пара евро-доллар и индекс безработицы. Начнём с того, что индекс S&P 500 упал на 16%, тем самым фактически обнулив всю прибыль, которую инвесторы получили с октября 2019 года. Интересно отметить, что во время роста индекса, начиная январём 2019 и заканчивая февралём 2020, корпоративные доходы в Соединённых Штатах не выросли вообще, хотя сам индекс показал 45-процентный рост. А это показывает то, что фондовый рынок накачивался искусственно с помощью дешёвых денег, что приводит к развитию пузыря. Давайте перейдём к индикатору евро-доллар. Синяя линия на диаграмме — это график S&P 500, берущий начало с 2012 года. Красной линией отмечен график евро-доллар. Если мы проанализируем корреляцию этих двух графиков за пятилетний период с 2012 по 2017, мы сделаем вывод, что их корреляция отрицательна. Это ещё отчётливее видно на более масштабной картине с 1990 по 2019 годы. Важно отметить, что во время просадок на фондовом рынке в паре евро-доллар мы наблюдали самые видные скачки. На диаграмме эти закономерности выделены прозрачно-красными полями. Давайте вернёмся во времена пузыря даткомов, для примера. Фондовый рынок тогда пампился как сумасшедший. Посмотрите, что тренд графика евро-доллар был абсолютно противоположным тренду S&P 500. Это значит, что когда доллар растёт в стоимости по отношению к евро, есть большая вероятность, что фондовый рынок в лице S&P 500 тоже будет расти. Корреляция графика евро-доллар с графиком S&P 500 составляет минус 0,66 пункта. Во время пика пузыря даткомов S&P 500 достигал 1550 долларов. Практически в то же время ФРС США увеличила процентные ставки почти до 7%. Когда они поняли, что у них уже назревают большие проблемы, процентную ставку начали радикально и быстро уменьшать. Уже в это время фондовый рынок посыпался, а пузырь даткомов начал лопаться. Это и было началом медвежьего рынка 2000-х годов, итогом которого стало падение S&P 500 с 1550 долларов до 750, что около 50% потерь. В то же время процентные ставки ФРС упали с около 6,5% до 1,5%. А что же происходило с графиком евро-доллар? Как вы видите, во время пика пузыря даткомов график евро-доллар медленно падал, потому что на доллар был большой спрос со стороны людей, страдающих синдромом ФОМа на рекордно растущем рынке S&P 500. Но есть еще кое-что интересное на этом графике, чего нет на остальных. А именно то, что постепенное длительное падение, которое продолжалось более года, вдруг сменилось резким и быстрым падением, буквально в месяце достижения пузыря даткомов своего пика. После чего график евро-доллар восстанавливался в диапазоне, который я выделил зеленым полем. А далее произошел взрыв графика евро-доллара. Это и было индикатором того, что бычий рынок закончился и начинается новый медвежий рынок. В 2003 году фондовый рынок нашел свое дно, а евро-доллар ушел в стадию консолидации одновременно с начинающимся новым бычим рынком. Теперь давайте проанализируем 2008 год, год пузыря на рынке недвижимости и глобального финансового кризиса. Очень похожий сценарий. S&P 500 восстановился и снова достиг 1500 долларов. Главной причиной бычьего рынка, который восстановил индекс, являлось печатание невероятного количества денег и увеличение процентных ставок, которые за этот период увеличили с 1% до 5,3%. Как только ФРС снова осознали, в какую глубокую яму себя загоняют, они начали радикальное снижение процентных ставок, а между тем начинается новый медвежий рынок. S&P 500 снова падает с 1500 долларов до 670, фактически снова теряя 50%, в то время как процентные ставки падают с 5,5% до 0,1%. Давайте же посмотрим, что было с евро-долларом. График снова медленно падал, что я указал красной стрелкой. Затем произошел резкий обвал, указанный с желтой стрелкой, после чего график восстановился, это зеленое поле на графике, и внезапно произошел взрыв графика прямо на пике фондового рынка. А это значит, что спрос на доллар со стороны участников рынка ослабел, а значит никто не хотел покупать на рынке, и это стало индикатором завершения бычьего рынка. Давайте посмотрим, что делает евро-доллар сегодня. Начиная с 2016 годом, ФРС США вновь поднимает процентные ставки, а на фондовом рынке происходит рост. Затем ФРС начинает понижать процентные ставки, а пара евро-доллар достигает своего дна, прямо как во время пузыря даткомов и пузыря недвижимости в прошлом. Теперь по аналогии нас должна ждать фаза восстановления, а затем, как только мы увидим всплеск графика евро-доллара, мы должны будем воспринимать это как сигнал завершения бычьего забега S&P 500, который продолжался уже 10 лет, и, соответственно, будет начало нового длительного медвежьего рынка. Кстати, заметьте, что и корреляция сегодняшняя такая же отрицательная, ведь во время роста фондового рынка евро-доллар медленно падает со своего пика. Всё точно так же, как и в прошлые два раза во время пузыря даткомов и пузыря недвижимости. А теперь я хочу показать вам индикатор, который называется ECRI, как он сигнализирует об ослаблении экономики. Этот индикатор я взял с канала Real Vision Finance, ссылка на полное видео будет в описании. Речь будет идти и об ECRI, это популярный индекс, который отслеживает множество индикаторов, и в итоге рисует одну картину. Он публикуется Институтом экономического цикла, сокращенно ECRI, отсюда и название. Почему-то на русскоязычном пространстве об этом индексе очень мало информации, поэтому я попробую исправить эту ситуацию. Вывод из видеоотрывка, который я вам сейчас покажу, заключается в том, что в мире произойдет или уже происходит неблагоприятное негативное событие, которое может привести экономику к тому, что называется Doom Loop. В экономике Doom Loop это понятие, которое означает цикл гибели, когда банки держат суверенные облигации, а правительство изо всех сил спасают эти банки. А теперь давайте послушаем отрывок из видео. Я собираю самые ясные умы в индустрии инвестиций, чтобы понять шансы на рецессию и определить, как себя будут вести инвесторы в итоге. И самым главным вопросом сегодняшнего выпуска я называю следующий. На носу ли рецессия? Давайте разберемся, а также внимательно рассмотрим индикатор ECRI, который я использую для определения экономической силы в бизнес-циклах. Вы видите графики ECRI с квартальным ВВП США. Они очень хорошо коррелируются. Это индикатор того, что на рынке присутствует слабость. Это только один интересный момент, ведь ECRI это один из опережающих индикаторов. А сейчас я покажу вам еще несколько важных моментов. Это график грузоперевозок США в денежном выражении. Вы можете видеть, как драматически он обвалился, и сколько еще места есть для дальнейшего падения, и ECRI, и ВВП. Грузовые перевозки по железным дорогам также в коллапсе. Заказы на капитальные товары без учета оборонных и авиационных – это вещи, которые тесно переплетены с глобальными цепочками поставок. И вы видите, как и они меняют тренд и падают вслед за индикатором ECRI. Картина выглядит крайне медвежьей, и, скорее всего, график пойдет еще ниже. Даже домовладельцы страдают, несмотря на низкие ставки. Также посмотрите, как падают продажи автомобилей. Продажи падают и падают, и ожидается, что так и будет продолжаться. Даже продажи одежды резко обрушились. Это вообще что-то из ряда вон выходящее. Также и продажи ресторанных услуг давно не было такой слабой. Поэтому мы видим слабость не только в экспорте и импорте товаров, но даже в потребительской сфере и бизнес-индустрии. Еще один шикарный глобальный индикатор – это продажа полупроводников. Они сейчас крайне низкие, и это также сигнализирует, что бизнес-циклу есть куда падать. У нас в Штатах также есть и цикл собственности. Как мы видим, индекс кейса Шиллера начинает показывать значительное ослабление. И сейчас находится на уровне начала предыдущей рецессии. Также мы наблюдаем и снижение количества построенных новых домов и конструкций. Я убежден, что все составляющие экономики показывают слабости. Я знаю, многие люди скажут, что безработица сейчас на самом низком уровне, и этого уже достаточно. Просто помните, что каждый раз, когда ФРС резко снижает процентные ставки, а уровень безработицы ниже 4%, рецессия приходит почти моментально. Поэтому не попадитесь в ловушку, анализируя только график безработицы. Смотрите и на опережающие индикаторы, которые сейчас выглядят слабо. И это я нашел только в США. Затем я посмотрел и на глобальную информацию, нашел еще больше признаков, особенно в Европе и Китае. Именно поэтому, когда это случится, то весь мир покатится одновременно. Но многие скажут, ну и что? Дело лишь времени, чтобы восстановиться. Но есть две главные проблемы здесь. Долги и демография. Это может привести к глобальному негативному событию, к так называемому дум-луп. В экономике это цикл гибели. И вот мой вывод. Фаза номер один. Слабость в бизнес-циклах. Расширение кредитных спредов. Падение корпоративных денежных потоков и собственных капиталов. И увеличение волатильности. Я думаю, именно в этой фазе мы сейчас и находимся. Фаза номер два. Бизнес-циклы продолжают слабеть. Кредитный спред еще более широкий. Падение прибыли и денежных потоков. Падение налоговых поступлений. А пенсионные фонды прекращают покупать долг. Большие BBB акции падают резко и больно. Сильное сокращение собственных капиталов. Фаза номер один, в которой мы уже находимся, это тревожный звоночек. Фаза номер два. Это уже само действие. Далее идет фаза номер три. А-ля апокалипсис. Поколение бэйби-бумеров продают акции в панике. Акции BBB превращаются в мусор. Европейские банки не справляются с финансовым стрессом. В дело вмешиваются правительство и ЕЦБ. Кредитный спред взрывается, а происходит сокращение пенсионных фондов и распродажи. Собственный капитал в коллапсе. Больше нет естественного покупателя. Рынок мусорных облигаций перегружен. Пенсионные фонды в беде. Объявление дефолта облигаций. Большие известные компании практически ведутся за руку к банкротству. Это действительно апокалиптическая фаза, и многие назовут ее концом всего, завершением игры. Войдем мы в такую фазу или нет, но это закономерный конец всех тех действий, предпринимаемых ФРС и центральными банками. Да, ребята, перспективы этот человек обрисовал совсем не радужные. Тем не менее, я хочу показать вам последний интересный индикатор. Это уровень безработицы. Но вы можете удивиться такому странному выбору индикатора, ведь сейчас он находится на исторических низах, и это вроде бы как хорошо. Да, это так, но угадайте, когда этот индикатор был на таких же низких значениях. В 2000 году во время пузыря даткомов. И в 2007, во время пузыря недвижимости и перед глобальным финансовым кризисом. А на этом у меня все, меня зовут Богатейший Ди, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»